Субтитры создавал DimaTorzok Шалом, друзья! Мы встречаемся уже в четвертый раз по теме Тикун-Улам. Я вижу ваши комменты на сайте, на ютубе. И я попытаюсь сейчас начать с маленького повторения. Но вначале, наверное, мы помолимся. Небесный Отец, я прошу тебя, чтобы ты дал нам открытые глаза и помог увидеть всю картину вместе, сразу. Башем Ешуа Машех. Как я говорил, то, о чем я говорю, это не вполне мое субъективное мнение. Конечно, каждый говорящий высказывает свое субъективное мнение, но я здесь ссылаюсь на мнение самых разных людей. И знакомых вам, и незнакомых вам. Ну, например, один знакомый вам человек, это сестра Лазаря. Ну, она издалека знакома нам. Но вы помните, когда Ешуа пришел посетить семью, когда Лазарь уже умер? Одна из сестер Лазаря ему говорит, «Раби, и знаю, если бы ты был здесь, то ты помог бы». Он говорит, ничего, воскреснет брат твой. И тут она ему говорит, знаю, воскреснет в последний день. То есть, откуда у нее такие утверждения о воскресении из мертвых? Хотя в Танахе, я говорю, в книгах священных писаний до Нового Завета, как бы не так часто говорится о воскресении из мертвых. Потому что в еврейском народе от самого начала всегда существовала концепция восстановления всего. И тикун олам, или исправление всего. И оно обозначалось или вуалировалось в писании самыми разными выражениями, синонимами. Вы помните, наверное, в первом уроке я говорил об этом. Допустим, восстановление развалин. Или просите мира Иерусалиму. Или более, то есть, просите мира Иерусалиму не в плане политическом, а в восстановлении. Когда Иерусалим станет во главе всех городов. И когда гармония царства начнет проистекать оттуда по всему миру, исцеляя народы. Или, наверное, более известная фраза, и ее легко истолковать и понять. Это знаменитая молитва Отче наш. Когда Иешуа говорит и говорит, молитесь же так, да будет воля твоя, Небесный Отец, на земле, как и на небе. То есть, чтобы здесь все вернулось на круги своя. Или я использовал такую фразу восстановления фабричных настроек. Ну и, как вы помните, за главным текстом для этого разбора я выбрал Деяние 3.21, где апостол Петр, апологетически говоря и поясняя о том, что случается сейчас в Иерусалиме, тогда, 2000 лет назад, разумеется, говорит, этот самый Иешуа, он взошел к Отцу или поднялся на небеса, и небеса его не отдадут до времен, там на греческом написано «исправление» или «восстановление всего». Ну, вот этот момент. Еще мы разговаривали на прошлых уроках о том, что такое вечная Тора. И кто подзабыл, пожалуйста, обернитесь там и сделайте несколько уроков назад и посмотрите. Но так, это некая составляющая или инструмент, который исходит от Творца, и он пронизывает все творение, подобно крови, пронизывающей тело человека и дающего жизнь. То есть Тора делает много разных вещей, и не всем понятно нам, но одно из то, что мы можем более-менее понять, она уравнивает, уравнивает, чтобы соблюдался принцип мера за меру. Делаешь зло, зло тебе возвращается. Делаешь добро, добро тебе возвращается. И еще постоянно об этом тоже говорит, какой меру умеряете, такой мере будет отмерено вам. И также он говорит, что вот эта вот составляющая в мире, если даже из нее один ют, маленькая черточка, будет выбрана, то все как бы сокрушится. То есть оно все стоит на этом. И вот здесь я как бы хочу сказать такой маленький экстра коммент. Я его говорил уже, что когда человек делает добро или зло, то его компенсирует как бы Бог косвенно. А вот сама система компенсирует, благословляет или дает наказание. Но разумеется, это не ограничивает силу Творца входить в ответ на наши молитвы, просьбы, и изменять ситуацию самым драматическим образом. И таких примеров мы знаем и из собственной жизни, и из историй, которые мы слышали, и из библейских историй, которые для нас являются абсолютным авторитетом. Я немного говорил, и это назвал фантазией Леона, о совершенном творении, которое Бог сотворил. И я сказал, и повторюсь, что то, что было сотворено, мы даже толком не понимаем, что там было сотворено. Потому что, помните, я называл Тов, Тов Меот, совершенное совершенство. Адам со своим превосходным физическим состоянием готовы жить в вечности, но даже получив проклятие из-за греха, умирает через 930 лет. То есть, огромная живучесть, сила, интеллект, когда он животных проникает внутрь. Или когда ему Господь говорит, вот я тебя поселяю в этом прекрасном саду, но ты делай в нем, что хочешь. Я вам приведу такой немножко забавный, смешной пример. Если бы кому-то подарили хорошую пятикомнатную, полностью обставленную квартиру, такая дизайнерская квартира. И вы заходите внутрь и говорите, окей, с завтрашнего дня начнем ремонт. Это бы показалось глупым, потому что все сделано супер, живи хотя бы 15 лет и ни до чего не дотрагивайся. Но Бог говорит Адаму, вот смотри, я сделал для тебя по собственному дизайну этот сад, а ты хочешь? Ну, измени пейзаж, если ты хочешь. Я фантазирую, конечно, но я просто хочу показать превосходство Адама или хочу показать его духовную силу, когда ему одному было поручено охранить, сохранить и возделывать, развить этот сад. То есть охранить от всех, наверное, уже к тому моменту существующих враждебных или восставших против Бога сил. Я не могу называть никакие силы враждебными Богу, потому что если мы называем сатана враждебным Богу элементом, тогда мы делаем мир дуалистичным, в котором есть добро и зло. Я не верю в такой мир, и священные писания такого тоже не говорят. Бог творец над всем. Есть там и сям элементы, которые восстают против него, но даже их он использует для своих целей. В данном случае сатан, Адам, и это сатан был используем для испытания человека. И первый человек это испытание не прошел. Когда мы читаем про Машеха Ешуа, Руаха Кодиш, Святой Дух, ведет его в пустыню для испытания от дьявола. И он, да, проходит это испытание. Но, как я уже говорил, тема сатанова, она немножко сложная. И если вы захотите, вы на нашем сайте ОАЗИ сможете послушать об этом, и другие мессианские учителя говорят. Это совершенно не так, как понимает христианский мир, когда сатан, это какой-то такой с рогами, ходит там и пытается тебя уловить. Есть самые разные их свойства. Я сейчас к этому уроку это не готовился, я вот так просто немножко импровизирую. Но есть подразделения сатанов, которые являются четко исполнителями Божьей воли, как тот, которого Бог посылает испытать Иова, или того же Ешуа, который был предназначен, чтобы испытать Ешуа. Есть те сатаны, которые приходят нам, потому что Тора, система компенсирует нас. Мы делаем грех и возмездие за грех проблемы, которые могут быть. Иаков говорит об этом. Но когда исправляемся, можем противостоять дьяволу и убежит от нас. То есть это сама по себе сложная тема. Я не хочу в нее сейчас входить. Сейчас мы продолжаем. Еще одна напоминалка маленькая. Я говорил немножко о Шабате. Это время, когда как бы соприкосновение небес с землей происходит. И я привел в прошлый раз аналогию свадьбы или дозаправки. Когда человек шесть дней предоставлен сам себе, чтобы делать все, что угодно. Что его творческая сила ему говорит делать. Понятно, и спрашивая благословения от Господа и прочее. Но в Шабат это время, когда ты можешь от Бога питаться. И это никто никогда не отменял. Еврейскому народу это было дано как четкая заповедь, отличительная заповедь. Не еврейским народам нет такой заповеди. Некоторые люди в комментах на меня немножко так сказали. Как это? Если ты думаешь, почему нам нет? Я, смотрите, не против. Каждый пускай решает для себя, что ему исполнять. Мое дело показать вам картину с еврейского взгляда. Еще один такой маленький момент, который я, наверное, хотел рассказать, потому что в прошлый раз, помню, проскочил, но не говорил. Написано в Бытие в третьей главе, когда Бог встречается с человеком, или точнее не Бог, а там написано в восьмом стихе 3.8. Глаз Господень ходящий по раю, то есть глаз Господень, там сказано в прохладе дня. И я сказал, что прохлада это руахаём. Руах можно перевести как ветреный день, а можно перевести как день духа. Или сказать, что это был шаббат. То есть в шаббат Адам и Хава пришли в Эдем, чтобы встретиться с Творцом по обыкновению, по заповеди, чтобы напитаться от него. Но стыд сковывал их, и они должны были завернуться в одежду, и там слово Божье, глаз Господа провозглашает для них суд. Их на каком-то этапе, наверное, уже после окончания шаббата, выставляют из Эдема, и начинается вся вот эта наша человеческая непонятная история, в которую мы сейчас будем входить глубже. Всё будет немножко с моими фантазиями. Вы можете им доверять, можете нет. Но, пожалуйста, услышьте, и, по крайней мере, начните смотреть на Священное Писание с немножко более широкого ракурса. Но сейчас я хочу ответить одному из читателей. Он сказал, его зовут известным именем Дональд Трамп, и он говорит, слушай, ты, Леон, бежишь как Ламборджини, а нам нужно на уровне Запорожца. Нет, нам нормально ехать так, но я хочу прокомментировать эти слова, хочу рассказать одну историю, смешную историю Запорожец. Я приехал в Израиль 30 лет назад, а где-то лет 40 назад, и в моё время я застал эти машины, которые делали в Израиле. Это была смешная машина, можно чётко сделать соответствие между этой машиной и Запорожцем. Её называли Сусита от слова Сус. Сус – это лошадь. И она была такая корявенькая со всех сторон, сделанная из какого-то пенопласта, а какого-то стеклопласта. Если эту машину забывали где-нибудь в пустынном месте, то и термиты могли съесть до основания, только железной части оставались. И, короче, история такова. Трасса от гор после Биершевы до Илата почти прямая. И там многие любят поездить на скорости, но там также наши фишмены стоят и ловят. Я имею в виду, полиция стоит, останавливает и клепает штрафы. И вот такая история, короче, одна молодая девушка едет на Сусите в Эйлад, и Сусита перегрелась и остановилась возле этого. Она не знает, что делать, и машет, чтобы кто-то остановился, останавливается молодой парень на Ламборджини, на крутой машине с открытым верхом, кабриолет. И она говорит, помоги. Он говорит, я не механик, не знаю, что тебе сделать, но я тебя возьму на прицеп. Они нашли там какие-то тросы, прикрутили эту машину, он ей говорит, смотри, я люблю быстро ездить, а ты, если будешь чувствовать, что я слишком быстро еду, ты сигналь, и я буду сбрасывать скорость. Ну, короче, они поехали, и вдруг перед ними едет, перед ним тоже по одном направлении, Феррари. Ну, и знаете, там Феррари, тут Ламборджини, они стали соревноваться, кто быстрее едет. А она на жесткой сцепке, и она сигналит. Короче, потом в полицейском досье такая картина. Один полицейский отчитывается начальству, говорит, на скорости 250 км в час, проносится мимо меня в Феррари, а ее обгоняет на скорости 260 Ламборджини, а за ней какая-то девчонка на Сусити едет и сигналит, типа, подвиньтесь, дайте проехать. Короче говоря, мы двигаемся дальше и пытаемся проехать, но мы будем двигаться в том темпе, который получается. Пусть Бог нам всем поможет. Итак, первый или прошлый урок я назвал «Разрушение идиллии с Творцом». Когда человечество оказалось без вот этой дозаправки, без вот этого покоя, соприкосновения, ну даже можно сказать свадьбы или свадебного переживания с Творцом. И понятно, что они не успели вкусить от древа жизни, то есть вот этого не произошло. Что это такое? Я даже, я могу опять-таки только фантазировать, но каждый из нас может это сделать. Не прошло. И даже несмотря на то, что человечество потеряло в своем качестве, я тогда бросил такую странную цифру, они были на 100%, ну пускай они стали на 80% или на 70, там улыбнуться, скажут, с чего ты взял? Я взял не знаю с чего. Вот просто взял, но мы должны понять, что все равно человечество, это было совершенно не то, что мы сегодня из себя представляем с нашими ограниченными способностями. И помните, если у кого-то вызывало насмешку, что наш мозг работает на 5-7%, то длина нашей жизни составляет примерно 7-9% от жизни тех допотопных людей. Возможно, и наши мозги реально так работают. То есть спорить на эту тему я не буду, но просто использую цифры, чтобы показать, что произошла деградация. Потерялась идиллия с Творцом, с всемогущим Богом, и человек, как мини-творец, прекратил питаться от своего небесного Отца. Вместо того, чтобы идти путем восхождения, которому нет конца, человек выбрал другую дорогу. Возможно, это был осознанный шаг Адама, мы не знаем. Но я продолжаю. Все-таки те послепотопные, они были крайне сильны, они были мудры, умны, восприимчивы ко всему, и творческая сила била ключом. То есть по сравнению с ними, не они слезли с дерева, как учит товарищ Дарвин, а мы на дерево залезли. И я вам вот просто еще несколько мест кину, как дополнение, и мы будем более подробно разбирать. Римлянам первая глава. Если вы почитаете эти стихи, то многие толкователи говорят, что это был комментарий или интерпретация Павла, стандартная, на первый век, которая описывала состояние людей до потопа, что они знали Бога, видели Его, как там и написано. Я прочитаю эти стихи, чтобы не быть голословным, и интерпретирую их вот так, как обычно считается. Это старое еврейское толкование. И он говорит так, 18 стих. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. То есть Бог гневается, что люди скрывают правду. Ибо что можно знать о Боге, видно явно для них, потому что Бог явил им. То есть они явно видели Бога, или они явно видели проявление Его силы. Не так, как сегодня. Ты сегодня берешь человека и говоришь, ну посмотри вокруг, если ты неверующий человек, ты видишь где-то Бога? Он говорит, нет, еще в школе он научился, что это процессы эволюции или еще чего. Нет, я ничего не вижу. А тогда присутствие Господа было явным. Но, и написано, ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть это было совершенно понятно, что все вот это вот, это рука Творца. И люди не могли сказать, это ерунда. Но, 21 стих говорит, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, называя себя мудрыми, обезумели, и славу некленного Бога изменили в образы, и стали поклоняться бесам, Бог предал их превратному уму и позволил делать им больше и больше беззаконий. То есть это говорит о том, что они там были, ну как бы, совершенно в другом состоянии, чем мы. И я уже говорил, что когда ты читаешь эти слова, особенно на иврите, тебя действительно цепляет connection, связь. И это, наверное, достоинство семитских языков, ну в данном случае я небольшой эксперт в остальных семитских языках, но на иврите взаимосвязь она очень видна. Допустим, какая взаимосвязь между мужчина и женщина на русском языке? А на иврите есть иш, иша, то есть я иш, Адам говорит, а она иша, то есть из меня произошла. Вот эти вот связи, или даже если вы почитаете имена, имена на иврите, то каждая из них, каждая из этих имен, оно выражает что-то. Каин от слова канити, по всей видимости, там есть разные интерпретации. Канити, то есть или я выкуплена, Господь дает мне шанс, так подумала Хава. И когда с Авелем случилось то, что случилось, она сказала, а, хевель. И хевель это переводится часто как суета, хотя есть и другой подход в переводе данного слова. То есть не всегда мы все можем вот как бы понять, но когда ты читаешь эти вещи в иврите, в языке оригинала, они тебе прямо говорят. Когда ты читаешь там про ламеха, или ламех, даже на наидыше, я помню, в Белоруссии, в Бавруське, где я родился, на идише, когда человек имел кривые руки, он говорил, что ты ламех, криворукий, это из-за того, что он убил Каина. Ну, это библейская история. Но я продолжаю дальше. Кстати, задаются вопросом. Рэга, вот Адам, Ева, Каин, Авель, откуда у них дети рождаются? Еврейская традиция говорит, что вместе с каждым мальчиком рождалась сестра-двойняшка. И тогда не было вот этой генетической проблемы, которая потом была настолько выражена, что Тура четко запрещает близкие кровные свадьбы. А тогда они женились, так говорит традиция, на своих сестрах-близняшках, и от них рождались дальше. И еще одна фантазия от меня, но это не совсем от меня, я слышал какие-то вещи, которые говорят на эту тему. Поэтому Бог создал разные виды животных, растений. И людям была дана власть, помните, возделывайте землю, изменяйте, работайте с этими видами. И вполне возможно, что род, я шучу сейчас, род собачьих был представлен только волком, а уже генетические эксперименты людей вывели все эти разновидности. Или динозавр, там написано, и сотворил вот эта вот танина. Это сегодня танином, слово танин переводится крокодил, но возможно был какой-то прото. И люди использовали какие-то генетические эксперименты, чтобы размножить, видоизменить. И возможно испорченные люди делали этих реально монстров, которых использовали просто как оружие против своих врагов. Но это одна из теорий, мы толком ничего этого не знаем, я просто говорю, что они вполне могли делать какие-то вещи, о которых мы даже не подозреваем. Я читал интересную статью про пшеницу, что пшеница это геномодифицированный продукт. Но пшеницей мы пользуемся уже тысячелетия, а геномодификация это наука последних, я не знаю, 30-40 лет. И там, наверное, у них была возможность сделать пшеницей что-то, что стало доступным для всех людей. И я вот сейчас продолжаю читать из Торы, 4 глава. Давайте вместе мы прочитаем с 13 по 16 стих. Это история, когда Каин уже убил Авеля, и понятно, что там действовала сильная зависть. И Каин, который, в отличие от апостола Павла, я в первом уроке говорил, был силен, чтобы сконтролировать свой грех, а Павел говорит, я уже не могу, делаю то, что я не хочу делать. Каин все-таки пошел по зову своего испорченного сердца, убил своего брата. Бог определяет для него наказание и сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником, скитальцем и так далее. И всякий меня убьет. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каин, отомстится всемиро. И сделал Господь Каину знамение. Мы не знаем, что это за знамение. Кто-то говорит, печать, рога у него выросли. Еще какая-то вещь, по-разному можно говорить, в еврейской традиции существует такая идея, что Бог дал Каину какие-то особенные одежды, которые отпугивали враждебных зверей ему. И таким образом он оставался в безопасности. И это делало его способным ловить и быть хорошим охотником. И некоторые говорят, что потом эти одежды, это еврейская традиция, говорит так, не знаю, насколько это верно. У наследовал Нимрад, а потом они каким-то образом попали к Кесаву, брату Иакова. Так это или нет, нет, но я хотел сконцентрировать вас на 16-17 стихе. И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на востоке от Эдема. И познал Каин жену свою, она зачала и родила Эноха, и построил он город, и назвал по имени сына своего. Слушайте, что здесь странно звучит? Для меня странно звучит, что этот второй мужчина в мире, нигде не учившись, вдруг построил город. Что такое город? Город это инфраструктура, это канализация, это здание, это какая-то система, позволяющая жить не на земле, в смысле не в сельскохозяйственной области. То есть откуда он знал эти вещи? Он что, в Оксфорде учился? Или он закончил МГУ? Я не знаю. Но мудрость пронизывала его. И некоторые, кстати, некоторые считают, что город Баальбек, который находится в Ливане, тут наш сосед, в долине Бека, построен Каином. Так это или нет, сложно знать. Но там есть мегалитические структуры, которые сегодняшняя техника не может поднять. По 200-300 тонн и больше, которые подняты на высоту, подогнаны одна в другую. Каин это сделал. Чем он делал? Как он делал? Мозг его был совершенно другой. И он воспринимал вещи на совершенно отличном от нас уровне. Но читаем дальше. Опять 4 глава, 20 и 22 стих. Я еще расскажу. Я высказываю субъективное мнение. Вы можете доверять, можете не доверять. Но главное, чтобы вы проверяли и просто думали. Интернет полон разных вещей. И я надеюсь, что я никого и ничью веру не обижу. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувалу. Он был отец всех играющих на мус, на гуслях и свирели. Эцила также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноэма. Во-первых, мы здесь должны скомпилировать эти слова со словами, которые Господь Бог сказал Адаму, населяй землю, обладай, владычествуй над рыбами, над всей. То есть это все в твоих руках. Когда мы читаем вот эти заголовки, я повторюсь, живущие в шатрах со стадами, они развивали все это. Я думаю, что там они занимались реально геноинженерией. Они имели музыкальные орудия, гусли, кинор. Это то, что мы сегодня имеем. То есть они тогда это изобрели. Музыка, гармония. Слушайте, мои дети учатся музыке. И учитель моих детей по скрипке, она говорит, Моцарт, Бетховен, Бах. Это, она не верующая, она говорит, люди, которые просто небожители. То есть они писали это, вдохновляясь с небес. Ну, понятно, это не совсем библейский формат обзора. Но эти люди делали какие-то произведения, я говорю, первые люди, из ничего. По крайней мере, наше поколение учится у прошлого, а этим не у кого было учиться. Или вот следующее слово. Он был кавачом всех орудий из меди и железа. Я слышал лекцию одного товарища, который преподает на кафедре металлургии. И мы все знаем, что история говорит, что вначале был медный век, потом бронзовый и потом железный. То есть по качеству усиления или укрепления оружия. Этот человек просто высмеял эту идею. Знаете почему? Потому что я не спец в металлургии, но это то, что я слышал от него. Если кто-то здесь не согласен, то вы просто в комментах потом поправьте. Чтобы работать с железом, нужно собрать руду и просто под большой температурой его выплавить и выковать. Это есть железное орудие. Чтобы работать с медью, извлекая ее из руды, там должен быть целый технологический процесс. И это как огромная технологическая линия, которую надо пройти. А чтобы работать еще и с бронзой, тут вообще нужно прыгнуть вперед значительно. Потому что там вообще комбинированное оборудование и прочее. Те из вас, кто в этом разбираются, может подскажут что-то более четкое. И я буду рад посмотреть это в комментариях. Но здесь написано, что они работали с медью и железом. То есть они сразу могли с этим работать. И оставьте железо с медью. То есть это была какая-то технологическая или умственно продвинутая группа, которые просто были ну очень-очень круты. Я говорю про генетические опыты. Вы знаете, мы видим всех этих странные мифические животные, которые представлены в разных эпосах народов. Кентавры или сфинксы или всякие-всякие существа. Кто знает, может быть, то поколение, допотопное поколение занималось серьезными генетическими скрещиваниями. И я повторюсь, возможно, они взяли этого танина, который был усреднен между крокодилом и большим крокодилом. И сделали из них монстров. Мы не знаем этого. Но какие-то вещи подсказывают. Или множество артефактов, которые запечатлены в камне. И камень это штука, которая может стоять тысячелетия. Если мы пройдемся по раскопкам или по храмам Индии, Ближнего Востока, Америки, Южной и Северной, Японии, Китай, Египет, Африка, Крым, Урал, Сибирь, Белоруссия. Полным-полно мегалитических и других строений, которые сделаны таким образом и такой подгонкой, что это просто захватывает. Ты не понимаешь, как такое можно с камнем играться, как с пластилином, но с кусками камня не 20 или 200 килограмм, а 200 тонн. Просто представьте себе, приедьте в Иерусалим, основание, когда вы спускаетесь в подземелье или в тоннели возле стены плача. Там каменные, гладкие, особой формы сделанные панели или блоки, каменные блоки по 100, по 200 тонн. То же самое по всему лицу земли. И мне довелось побывать в разных странах мира, и я специально интересовался этими вещами и просил меня отвезти на те или на другие непонятные сооружения. Я видел своими глазами, как такое они могли делать. Сегодня мы ничего не можем делать. Или как находят всякие металлические пружинки, когда они говорят о никакого-то неземного происхождения. Знаете что, я не верю в инопланетян, но я верю в то, что цивилизации спадали. Как находят в Африке из больших монолитов сделанная площадка. Ее просто покрывают тонким слоем асфальта, и вот уже взлетно-посадочная полоса, которая принимает все, что угодно. Это находится, вот я специально подготовился к этому уроку, аэродром Вьюн-Дум, Гамбия. Если вы забьете в интернет небоскребы Йемена, Шихаб, то есть некоторые говорят, небоскребы это достижение нашего века, когда тесно жить и строили высоко. Зайдите, посмотрите, небоскребы Йемена, Шихаб. Это старинный город с огромными многоэтажными домами. А как они решали проблемы канализации? Или они бегали в деревянный туалет, который стоял на улице, и поднимали воду туда наверх? То есть есть целая масса вещей, которые они должны были решить, чтобы все это сделать. Я видел несколько раз странные разметки, ну то есть в каких-то передачах земли, когда земля в непроходимых местах, там нету живущих сейчас, в Сибири или в Австралии, в пустынах расчерчено, на ровные кубы какие-то. И просеки эти, они не зарастают деревьями, и это не современные государства делали. То есть были какие-то вещи, которые очень странны. Но это все говорит о том, что те допотопные поколения, они были невероятными. И мы с трудом можем только фантазировать, что они делали. И я сейчас в двух словах пробегусь по пятой главе, и моя цель сконцентрироваться на шестой. Некоторые вещи, что я только что сказал, я повторюсь там, но я хочу вам показывать это по тексту. Итак, в пятой главе в основном цифры, кто кого родил, сколько они жили. Здесь идет краткая история про Еноха. Это один из сыновей Сифа, который был вознесен в 365 лет от роду. Сори, в 65 лет от роду. То есть он был совершенно молодой человек по сравнению со всеми остальными людьми. И он написал книгу Еноха. На эту книгу ссылается Иуда, Петр. Она не вошла в канон. И я ни в коем разе не ставлю в один уровень значимости книги канонические и неканонические. Я все-таки более ортодоксальный человек и верю канону. Но для развития я всем бы советовал просто зайти в интернет, скачать эту книгу Еноха, прочитать. И вы можете сказать сказки. Можете так сказать. Можно и пойти по более консервативному пути. Я его тоже сейчас предложу. Дальше вот я, та история про Ламеха, которую я уже упоминал. Ламех жил 180 лет. Родил сына и нарек ему Нуах. А, простите, это другой Ламех. Это другой Ламех. Это другой Ламех, который родил Нуаха. И сказал, он утешит нас в нашей работе и в трудах наших. И если мы читаем вот такой стих в пятой главе, то как минимум мы понимаем, что люди тех поколений уже истомились даже своим долголетием, потому что что-то не того там было. То есть вместе со всеми этими потенциально возможными технологиями, раскрутами, что-то там было не того, что этот Ламех вдруг говорит, мы хотим Ноах. Ноах с иврита покой. Мы хотим Божьего покоя. Нам нужно от всего этого отвлечься, успокоиться. И вот сейчас я хочу разобрать шестую главу, чтобы мы увидели в ней несколько интересных вещей. Во-первых, давайте прочитаем шестая глава Бытия с первого по шестой стих. Когда начали люди умножаться на земле, родились у них дочери, тогда сыны Божьи, бней элогим на иврите, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую он кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть дни будут их сто двадцать лет. В то время, слушайте внимательно, в то время были на земле исполины, на иврите написано Гибурим, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Итак, мы прочитали стих, шестая глава, с первого по шестой. И, во-первых, есть консервативный взгляд на это. Его озвучил еще в свое время Августин, это был второй век. И потом этот взгляд, особенно в консервативных направлениях христианства, стал преобладать. Также он существует в еврейских толкованиях. Этот взгляд говорит примерно такие слова, что сыны Божьи – это потомки Сифа, люди знатные, которые должны были быть как бы праведными, потому что они от Сифа произошли, а не от Каина. Авель не успел родить детей. И брали дочерей из потомства Каина. И у них рождались, здесь сказано, в то время были на земле исполины. Исполины здесь в оригинале, в четвертом стихе переводится как «нефилим». И «нефилим» – это падшие или упавшие. Короче говоря, это консервативное, то есть буйные люди стали от этих браков рождаться, которые не соблюдали моральные кодексы, которые им оставил Адам и Ханах, и Енах, и остальные праведники тех поколений, и они наполнили землю злом. Есть неконсервативный взгляд, который говорит следующее. Я лично придерживаюсь этого неконсервативного, но вы и так это поняли, чего я придерживаюсь. Опять-таки, это мое личное мнение. Короче говоря, «бней элухим» – это какого-то уровня ангелы. И некоторые толкуют ангелы, или «малахей шарет» – служебные ангелы, эта книга Енаха толкует, что они спустились с третьего неба. То есть, помните, я в первом уроке говорил, что небеса – это семь каких-то уровней. Павел был вознесен до третьего неба. То есть, они с того, с третьего спустились. Книга Енаха рассказывает историю на гору Ермон, по-русски называется. Ермон на Иврите, она здесь находится на севере, место близкое к небесам. И они спустились туда, заключили завет и стали жить с дочерями человеческими. Кстати, вы, наверное, помните это место в Коринфинах, когда апостол Павел говорит, что жены должны покрывать голову ради ангелов. Так вот, это стандартное толкование, что это толкование существует у ортодоксальных христиан, у ортодоксальных иудеев и у ортодоксальных мусульман, что те ангелы были соблазнены волосами женщин и увлеклись ими и женились. И тут же возникает вопрос, а как такое может быть? Как ангел может физически жить с земной женщиной? Как такое возможно? Два совершенно разных непересекаемых объекта. Ведь нам Господь Ешу, вот такая ссылка есть, сказал, что мы, когда восходим туда, будем как ангелы Божии, которые не женятся и замуж не выходят. И толкование очень простое. Когда восходим туда, становимся как ангелы Божии. А когда они не сходят вниз, по всей видимости, становятся как люди и могут. Теперь, почему эта история библейская, на которую стоит обратить внимание? Во-первых, она имеет целый ряд подтверждений в эпосах народов мира. И когда мы говорим про греческий пантеон или римский пантеон, олимп Греции или там разные-разные места в Асии, в Вавилонии, во всем, все эти структурные божества, боги, полубоги и прочее. По всей видимости, это вот как раз эта картина, когда ангелы сошли вниз, увлекшись дочерями человеческими, но не только их красотою. Они видели, в человеке бурлит какая-то сила, которая им даже непонятна. И помните, такой намек мы получаем в Евангелиях, в Новом Завете, когда, если я не ошибаюсь, Петр говорит, во что желают проникнуть и ангелы. То есть, что-то дадено было людям, и они хотели познать это, но потом закрутились, и это было отступление от Господа Бога. И одна из книг Нового Завета говорит, за свое непослушание эти ангелы заключены в какие-то темницы до дня суда. Это прямая ссылка на книгу Еноха. Но от их браков с дочерями человеческими стали рождаться какие-то нефалим, какие-то падшие. Теперь, интересный стих, четвертый. В то же время, я его читал, и сейчас его истолкую. В то же время были на земле нефалим, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. То есть, даже до того, как сыны Божьи спустились и стали входить к дочерям человеческим, уже были нефалим. Помните, я сказал, что одна из версий, что Нахаш, Сатан, змей, который мог соблазнить Еву, он был нефалим. А может быть, люди, еще до того, как ангелы спустились на землю, уже стали производить какие-то генетические штуки. Или, ну вот так как-то. И когда ангелы еще сошли, то здесь вообще все усложнилось. И стали вообще такие комбины. И Енах пишет, что ангелы научили людей магическим вещам, сверхъестественным вещам, вещам, в которые человек не входил до этого. И вся земля стала искривляться. И про гигантского роста людей мы встречаем описание везде. Еще 150 лет назад их было значительно больше. Есть даже документальные, художественные хроники, фотографии, даже фильмы, где огромные люди ходят. Там и здесь эти информации проскакивают сейчас. Но, допустим, интересная такая ссылка в Талмуде. Те из вас, кто не знает Талмуд, это комментарии еврейских мудрецов на священное писание. Так вот, в Талмуде рассказывается история, когда Тит, император, захватил Иерусалим, он собрал оставшуюся в живых знать и сказал им, видите, ваш бог слабее наших богов. Один из мудрецов, знатных мудрецов Израиля, завел его в какую-то пещеру возле Иерусалима. Там лежало два скелета, 8 и 10 метров длиною. И он говорит, это остатки амареев. Мы победили их, когда Господь дал нам это сделать. А вы победили нас, потому что наш бог не дал нам это сделать. И мы читаем также в Библии. Помните? Ог, сихон, ог. Его рост описан в Библии. 9 локсей. Локоть, это 50 сантиметров примерно. То есть его рост был примерно 4,5 метра. Или галиад, 3,5 метра. Его рост тоже описан в священных писаниях. То есть это были какие-то монстры, которые непонятно как, но они были параллельно нашей человеческой расе. И они опоганивали нашу человеческую расу. Кстати, если зайдете сейчас в самые разные музеи, есть там всякие громадные черепа, удлиненные черепа, которые антропологи говорят, что это не человеческие черепа. Или это какая-то комбина, это не совсем человек. Или вы видите огромные мечи. Называют это двухручный меч. Ну ты его, чтобы взять этот меч даже двумя руками, тебя должно быть хотя бы 2,5-3 метра ростом. И силища должна быть страшная, чтобы еще этой штукой махать. И есть масса-масса всяких вещей. То есть мега, я уже говорил, мегалитические построения, пирамиды. Никто не понимает, как это сделано. Пирамиды от цеков называют от цеков. Какие они там жили просто. И до них это были построения уже сделаны. Короче говоря, эта тема очень темная. Непонятно, почему она очень завуалированная. И, наверное, историки знают про это много. И антропологи, но скрывают эти вещи по каким-то причинам. Но Писание очень четко говорит в 12 стихе 6 главы «И возрел Бог на землю, и вот она растленена, ибо всякая плоть извратила путь свой». То есть каждое существо, каждого вида было сотворено для своего места в этом Божьем творении. Но когда они стали делать вот эти вот какие-то эксперименты, зло стало искривлять все это. Но не только зло, также, по всей видимости, генетика. И стала опасность для всего человечества. И 13 стих говорит так. «И сказал Господь Нооху, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю эту их земли». Злодеяние, слово злодеяние, здесь обозначено словом хамас. И это не имеет связи с этой террористической организацией, которая в Газе там распространяет всякие плохие вещи. Но хамас на иврите – это избранное, непоправимое, неисправляемое зло, которое невозможно убеждениями или еще чем-то исправить. Здесь я сделаю маленькое отвлечение. И хочу вам просто сказать, если вы почитаете на иврите Исаию 53 главу, и даже на русском языке, но на иврите там эти слова намного более видны, там есть градация грехов, от которых нас искупает смерть и воскресение Божьего раба, как он называется в Исаии 53 главе. И мы понимаем, про кого там говорится, про нашего Господа и Спасителя Иешуа. Так там сказано, Он избавляет нас от трех уровней греха. И они названы так – грех, как самый малый, вина и пэша. То есть хет, авон, вэпэша. Грех, вина и преступление. От этих трех смерть Иешуа искупает нас. Кстати, я разговаривал с знакомым адвокатом, и эти три уровня преступлений до сегодняшнего дня также в юридической системе Израиля существуют. И когда человек делает хет, уровень хет, он может в тюрьме провести два года. Если это авон, то это до 7-8 лет. А если пэша, преступление умышленное, серьезное, это может быть даже пожизненное наказание. Так вот, от этих вещей смерть раба Господне искупает. Но в том списке нету слова «хамас». И слово «хамас» почти всегда влечет за собою или смерть, или проклятие, которое я уже называл, я думаю, в прошлом уроке, которое в Писании названо «Арур», когда проклятие Божие видоизменяет. Короче говоря, вот что мы видим. Еще один маленький нюансик, который я вам хотел сказать, потому что некоторые считают, что все вот эти вещи касались какого-то небольшого количества людей. Там были, ну не знаю, 10-20 тысяч человек, 100 тысяч человек. Я хочу вам кое-что рассказать. Говоря, эту информацию легко найти в компьютере, что в 17 веке на Земле жил примерно 1 миллиард людей. В 17 веке жил примерно 1 миллиард людей. Средняя продолжительность жизни за эти 3 столетия, 17, 18, 19, 20 век, 21 век, неважно, 4, 4,5, 4, чуть-чуть еще столетия. Средняя жизнь человека, я думаю, я не знаю, в нашем поколении, это говорят 78, 80 лет уже, слава богу, медицина растет. Но раньше люди умирали раньше, но скажем, на вскид, 70 лет. И способность женщины рождать начинается примерно с 15 лет, с 14 лет, ну так, грубо говоря, учитывая опыт ближневосточных стран. Но до скольки она может рождать? Ну, до 40 лет. Ну, в лучшем случае до 45. И среднее количество детей, ну, в каких-то более низкого уровня странах, там и 7, и 8, и 10, а более цивилизованных 2, 3, или, как говорят сейчас в Швеции, один ребенок и собака. Короче говоря, за эти 300 с лишним лет человечество выросло почти до 9 миллиардов человек. с достаточно ограниченной продолжительностью жизни и способностью репродуктивно производить потомство, ограниченной, ну, всего лишь, там, 30 лет, скажем. Так вот, если мы на минутку задумаемся о поколении, от Адама до потопа прошло 1500 лет. Средней продолжительной жизни тогда было, скажем, 800-850 лет. И, учитывая здравие, которым они просто пыхтели, и не обращаясь к врачам, были здоровы во всяком деле, могли рождать, возможно, с тех же, ну, жене выходили замуж, она позднее, не в 14, как на, в некоторых странах, 70 лет назад, на Ближнем Востоке, а, ну, пускай в 20 лет, или в 30 лет, неважно, в таких сроках нет, и рождали там до 800. Сколько она могла родить детей? Если просто поиграться этими цифрами, то мы придем не к 9 миллиардам за полторы тысячи лет, от Адама до потопа, а мы придем к 100 миллиардов, может быть, больше. Но все это, опять-таки, можете обозначить это фантазия миллиона, но все это стало искривлено перед Господом Богом. Они были великолепны, они оставили после себя такие произведения труда и памяти, что завораживает разум. Эти постройки, повторюсь, в Индии, эти храмы, которые никто не понимает, как они их делали, эти железные столбы, которые не окисляются, они ржавеют и стоят тысячелетия. Все эти мегалитические остатки, которые не берет ничего, несмотря на все это, они извратились, совратились, выбрали для себя путь хамас, зла, и Господь сказал все. И сказал Господь Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, я истреблю их земли. И он говорит ему в 14-15 стихе главе, 6 главе Бытия, сделай себе ковчег. И здесь я, наверное, посмеюсь, но хочу сказать, сказал ему примерно так, как в Коринфинах сказано, что юродство Божие посрамит премудрость человека. Он сказал, сделай эту деревянную посудину, с которой все вокруг будут смеяться, потому что они чувствуют себя более крутыми. Но эта посудина будет в моих руках в момент возмездия. И все погибнут, а ты и твоя семья спасетесь на этом ковчеге, и все те, кто там внутри. Я опять-таки немножко фантазирую, вы сами можете думать это, но воды потопа сокрушили все. и в живых остался ной, но мы не учитываем, могли остаться какие-то нефилим. Об этом мы поговорим потом, на следующем уроке. А сейчас я хочу в качестве вывода показать, почему в этот момент нарушилась идиллия между человеком и природой. Это как вывод этого урока. и для начала я расскажу вам маленькую импровизированную историю, чтобы было понятней. То есть помним на прошлом уроке, когда произошло первое падение, разрушилась идиллия или гармония между Богом и творцом, между творцом и человеком, а в этот раз между человеком и природой. Вот история. Два человека, два родных брата, одному 14 лет, а другому 25. Обокрали соседа машину, открыли, достали оттуда с машины дорогие вещи и там еще что-то достали и камера их засняла. Их обоих забрала полиция, привели их перед судьей. Судья говорит, сколько тебе лет? 14, тебе 25. Он говорит, тебе, которому 14, ты иди на поруки своих родителей, мы тебя задерживать не будем. А тебе, который 25, полтора года в тюрьме, ты должен все компенсировать и заплатить еще какую-то неустойку. Ну, все мы понимаем, почему судья провозглашает такой суд. Потому что малолетний, он не такой ответственный, а тот, кто старше, он более умный, и он уже должен отвечать за свои дела. Ну, это очень просто. Так вот, я хочу показать вам два маленьких суда, которые Господь делает до потопа и после потопа, и вы увидите интересную вещь. Первое место, это уже прочитанная нами шестая глава, с пятый по седьмой стих, и в пятом стихе Господь говорит, велико развращение человеком на земле, то есть он дает постановление, вот ваша вина, ваше развращение на земле велико, все ваши мысли, помышления сердца во зло во всякое время, и вот вам суд. И сказал Господь, седьмой стих, истреблю с земли человека, убью вас, смерть, то есть возмездие за такие преступления, смерть. Теперь, если мы перенесемся в восьмую главу, и это уже после потопа, когда Ной и его семья вышли с ковчега, уже жертвенник Богу поставили, это восьмая глава, 21-22 стих, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческое, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь не будет таких катаклизмов, то есть Господь говорит, состояние сердца человека такое же, как и в прошлых стихах он сказал, развращено от юности его, зло, но я больше не буду наказывать, то есть в первом стихе человечество было не более взрослое, а более ответственное, связанное с природой, а после потопа Господь обрезает эту способность человека влиять на природу, и он говорит, вы можете уже грешить, все ваши грехи будут только против вас самих, и существует такая интерпретация и толкование, что человек из-за вот этого слова возделывать, владычествовать, которое Бог сказал еще Адаму, мог, он был бы как бы интегрально связан с природой, и когда люди грешили, что-то в природе разрушалось, это было не только ущербно для тех, кто совершал грех, но и для окружающей среды, это подобно как вот завод какой-то выпускает какую-то ерунду и отравляет вокруг всю природу, вот примерно так, но это было связано с каждым человеком, а после потопа Господь обрезает эту способность, то есть наша интегральная связь с творением, чтобы владычествовать и управлять им разорвалась вот в тот момент, итак урок номер два, падение или разрыв вот этого идиллии гармонии с природой, в первом гармония с творцом, во втором гармония с природой, и на следующий урок мы будем говорить о разрушении гармонии в среде людей, я надеюсь вы меня не будете судить очень строго, но услышьте, что я вам говорил, и пусть Господь поможет нам понимать уровень искупления, которое все мы получили потом в его сыне Иешуа, и вы поймете многие вещи позже, поэтому, если будут вопросы, задавайте, но я думаю, последующих несколько уроков ответят на ваши вопросы. Я желаю вам всем здравия, благословения, пусть мир Божий хранит нас, пусть эти вирусы не коснутся никого, и помоги нам Господь во всем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова